Большая звезда Ночами не спал Мир просто не знает любовь Большая звезда Согреет тебя А сердце согреет кровь Кого распыдал Ночами не спал Мир просто не знает любовь Продолжает нашу программу новость из Кобрина. Недавно здесь прошел первый районный фестиваль Парад музеев учреждений образования. Кстати, на сегодняшний день на Кобринщине действуют 24 музея и 10 музейных комнат. А в остальных школах созданы краеведческие уголки или уголки боевой славы. Так вот, юным краеведам и их руководителям для начала предлагалось творчески и оригинально презентовать свое детище, а затем уже поучаствовать в конкурсе на лучший буклет о деятельности музея. И в результате лучшим был признан Литературно-кровеведческий музей средней школы номер 7. Так что, оказавшись в Кобрине, думаю, стоит заглянуть и оценить старания школьников. А вот какие еще события жизни страны, мира и нашего региона произошли в прошлом, можно также узнать из исторического календаря утреннего эспрессо. 17 марта 1272 года младший сын Александра Невского, Даниил Александрович, получил доставшуюся ему по семейному разделу Москву с прилегающими землями и приступил к объединению русских земель вокруг Москвы. Через 30 лет Даниил сделал Московское княжество одним из самых значительных и стал родоначальником князей московских. В этот же день, в 1879 году, началось третье путешествие Николая Пржевальского по Центральной Азии. За 19 месяцев экспедиция ученого прошла 8 тысяч километров, произвела съемку совершенно не исследованных европейцами районов. Именно в этот раз и был открыт новый вид животного – лошадь Пржевальского. 17 марта 1939 года в Вильнюсе родился Владимир Забелла – режиссер, педагог, профессор, заслуженный деятель искусств в Беларуси. Работал режиссером Белорусского театра имени Якуба Колоса и главным режиссером Брестского областного драматического театра, автор документальных телефильмов о духовном наследии белорусов. В 1940 году в Москве был испытан первый танк Т-34. По общему признанию, Т-34 – лучший танк Второй мировой войны. Он был основным и, по существу, единственным средним танком Красной Армии на протяжении Великой Отечественной войны. А сейчас о событии дней сегодняшних. В Бресте стартовал новый проект областной организации «Ахова Птушек-Батьковщины». Называется он «Охрана природы в городской среде». Его суть заключается в том, чтобы как можно больше рассказать об окружающей нас в черте города, флоре и фауне. Кроме того, в рамках проекта впервые в стране будет создан атлас охраняемых видов животных и растений городского населенного пункта. Ну а из нашего следующего сюжета можно узнать, как уже с помощью спортивных карт и компаса можно виртуозно ориентироваться в пространстве. Тема продолжит Петр Бутрим. Нет ничего лучше в солнечную весеннюю погоду, чем занятия спортом на природе. Именно так считают участники старта в Брестской ориент-лиге. И нельзя с ними не согласиться. Здесь, в Тельмовском лесу, спортивному ориентированию способствует абсолютно все. Остается только снарядиться картой, компасом и в путь. Секрет прекрасной формы брестских любителей спортивного ориентирования по весне прост. Свои умения они начинают шлифовать раньше всех, как правило, на ориент-лиге. В этом году стартовали в первый же день весны в Жабинке, а вот призеров того этапа наградили уже в Бресте. Конкуренция здесь не шуточная, больше двухсот соревнующихся. Однако, какими бы разными ни были цели каждого, пул ориентировщиков, как всегда, дружен и сплочен. Здесь очень большую роль играет опыт. Если опыт есть, то есть ты понимаешь, что человек будет лучше тебя выступать. Если нет, то это как стимул смотреть на других и бежать быстрее их и чему-то стремиться. То есть, как бы, конкуренция есть, но никто на друг друга не обижается. Для каждого здесь предусмотрена своя посильная дистанция. Для самых юных – полтора километра, включающие шесть контрольных пунктов. Взрослые же должны отметиться в 22 местах и при этом преодолеть в пять раз большее расстояние. Отличаются каждый из четырех туров ориент-лиги и по характеру дистанции. Есть карты городские, ну и есть вот эти лесные карты. То есть, специфика немножко отличается. Там более спринтерская дистанция, там они быстрые, там на минут 15, там победители. Здесь уже может будет минут 40-50 бегать, около часа, вот спортсмены. И все же одна из главных здесь целей – подготовить себя к республиканскому старту «Брестский подснежник», который состоится в последние дни этого месяца. А вот для тех, кто в силу возраста себе такие высокие планки еще не ставит, планируют победить здесь. Ты получаешь как бы заряд энергии, когда ты первый, и тебе бежать легче, когда ты знаешь, что ты победил в первом туре. Ну, расслабляться тоже не надо, потому что можешь никуда-то туда побежать и все. Первое место один раз заняло, а потом может быть и снят. Гонка за призы шестой по счету «Ориент Лиги» в самом разгаре. Продолжится она в ближайшие выходные в Каменце. А вот заключительный, опять же, «Брестский» этап в районе завода «Цветотрон» запланирован на 22 марта. Участие в забеге может принять любой желающий. Об актуальном. Новые правила приема вузы и СУЗы должны будут вступить в силу в марте этого года. Так, согласно изменениям, абитуриенты при поступлении на сельхозхозяйственные специальности смогут выбирать сдать экзамен или воспользоваться результатами тестирования. Выпускники кадетских училищ получат право зачисления на военные специальности вне конкурса, а спортсмены, включенные в составы сборных команд страны, смогут бесплатно получить заочное образование, не связанное с физической культурой. Но более подробно об этих и других новшествах еще сообщат СМИ. А сейчас предлагаю узнать о других насущных вопросах, которые волнуют наших телезрителей. В студии Анна Новик, ведущая рубрики «Горячая линия». Анна, доброе утро! Доброе утро! Вы столкнулись со сложным житейским вопросом. Горячая линия утреннего эспрессо поможет найти ответ в любой ситуации. Раиса Михайловна приобрела мультиварку в одном из магазинов Бреста. Мультиварка оказалась дефектом, и женщина вернула ее в магазин. Претензии Раиса Михайловна указала, что просит возвратить ей деньги за некачественный товар и расторгнуть договор купли-продажи. Прошло уже два месяца, но требование женщины не удовлетворено. Куда мне обращаться и имею ли я право на моральную компенсацию, спрашивает звонившая. Раиса Михайловна, вы имеете право требовать возмещения морального ущерба, а также уплаты неустойки за нарушение сроков возврата денег за товар ненадлежащего качества в размере 1% от стоимости такого товара за каждый день просрочки. За помощью в составлении искового заявления вы можете обратиться в Общество защиты прав потребителей. Брещанка Марина Эдуардовна вместе с матерью сестрой и семьей сестры зарегистрирована в одной квартире. Мать женщины год назад оформила приватизацию в рассрочку и является единственным ее участником. Кто должен будет выплачивать приватизацию после смерти матери, хочет знать звонившая. Марина Эдуардовна, квартира, приватизированная в рассрочку, является собственностью участников приватизации. В данном случае только вашей матери. Такая квартира до полного погашения рассрочки может наследоваться. При принятии наследства обязанность погашать рассрочку ложится на наследников. В вашей ситуации наследниками являетесь вы и ваша сестра в равных долях. При наследовании по завещанию наследники их доли указываются завещателем. На горячую линию позвонила Татьяна Истолина. На сегодняшний день она состоит в браке и ожидает ребенка. Татьяна решила развестись до рождения малыша. Могут ли нас развести без согласия мужа и имеет ли право супруг требовать оставить себе ребенка, волнует женщину? Татьяна, мы попытались разобраться в вашей ситуации и выяснили, что ваш брак может быть расторгнут и без согласия вашего супруга. Что же касается второй части вопроса, то права родителей, как отца, так и матери в отношении своих детей равны. Кому из родителей оставить на воспитание ребенка, решает суд. С вами была горячая линия утреннего эспрессо. Увидимся совсем скоро. Удачного вам дня! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Если на улице начало весны, значит не за горами школьные каникулы. Поэтому не помешало бы подумать о том, как не только весело, но и с пользой провести это время. И вот что для таких случаев предлагает отдел литературы для детей и юношества Брестской областной библиотеки имени Горького. 24 марта здесь состоится открытие недели детской и юношеской книги «Давайте откроем знакомые книги». Третьи гостей праздника – почетный консул Республики Чехия в Бресте Владимир Микулич, который наградит лучших читателей областной библиотеки и подарит книги современных чешских авторов, переведенные на белорусский и русский языки. Это что касается досуга в качестве пищи для ума, а еще, как известно, для подпитки серого вещества полезна мелкая моторика. В таком случае можно попробовать себя в пескографии, например. Что из этого может получиться, смотрите прямо сейчас в сюжете Татьяны Колокольцевой. Первое прикосновение, самое первое, когда будущая картинка – еще загадка. Друзья снимали руки Елены Чаусовой, и никто в этот момент не догадывался, что самодельный столик для пескографии станет не просто подарком, а пескография станет не просто хобби. А большим увлечением, которое захватит ее и станет доминантой в жизни. Елена сама для себя будет выводить законы и открывать секреты рисования на песке. Меня это сразу захватило, я работала не переставая. Получались картины, которые дарили мне мое воображение. Допустим, могло что-то присниться, и я наутро этот сюжет могла прорисовать. Уже после того, как я попробовала рисовать на маленьком приспособлении для пескографии, который мне подарили, это еще не был вот такой стол, как у меня есть, а это был маленький, маленький такой планшетик, его можно так назвать. Вот после того, как я на нем уже попробовала рисовать, уже начали появляться сны, начали появляться сюжеты, воображения, которые воплощались потом. Ее руки уже привыкли к струящемуся песку, а законы жанра уже изучены Еленой. Но все равно она считает, что пескография это маленькое чудо. Песок, подсвеченный снизу, дает очень интересную иллюзию объема, который невозможно передать ни карандашом, ни акварелью, ни какими-то другими способами. То есть песок имеет свою особенность. И эти картинки, они как живые. Получаются живые портреты, живые пейзажи. И еще тем более, что они оживают, когда мы создаем переход от одной картинки к другой. То есть, допустим, возможно нарисовать человека, который находился в одном настроении, потом нарисовать его в другом настроении, то есть нарисовать ему улыбку, нарисовать ему грусть. И даже можно за 10 минут изобразить стареющего человека. Именно создать переход, это очень сложно, но когда это получается, очень интересно. Сегодня секретом нового искусства Елена Чаусова учит детей. Между прочим, в Чернинском доме культуры в кружок пескографии «Миражи» приходят и две ее дочери Маша и Катюша. С детьми работать очень интересно. У них есть